Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 1 декабря 2005 года «Зенит» впервые вышел в весеннюю стадию Еврокубков. Для этого пришлось пройти непростое испытание в Стамбуле. Местному Бешикташу была необходима победа, нас устраивала ничья. Подопечные властимилы Петржелы отправились в Турцию за 5 дней до матча, провели краткосрочный сбор в Анталии, а затем перебрались на берега Босфора. Переполненная чаша стадиона и ниню бурлила. Хозяева поля сразу же бросились вперед, и на 23-й минуте им удалось открыть счет. Однако зенитовцы не стали тянуть с ответом. Вскоре Владислав Радимов навесил на ближний угол вратарской, а Александр Горшков в падении головой переправил мяч в сетку. Черные орлы снова пошли на штурм, дважды проверив на прочность каркас ворот. А в концовке и вице-криженадцу пришлось подстраховывать голкипера. И все же зенит выстоял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2 декабря 1950 года был опубликован список 33 лучших футболистов СССР. Впервые лучшим вратарем страны признан зенитовец Леонид Иванов. В предыдущем сезоне голкипер нашей команды отлично провел три четверти чемпионата, но смазал концовку. Во многом поэтому он стал третьим. Теперь Иванов играл намного стабильнее, ярко проявив себя в матчах, которые проходили в Москве. Пять лет зенитовский вратарь оставался в советском футболе лучшим первым номером, уступив первенство лишь набиравшему силу Льву Яшину. А в 1950-м в почетный список был включен еще один представитель сине-бело-голубых Фридрих Марютин. Наш форвард становился лауреатом три года подряд. 4 декабря 1914 года родился Аркадий Алов, футболист и главный тренер Зенита. В довоенном Ленинграде он был очень популярен, включался в списки лучших игроков СССР. Правда, выступал он тогда за Динамо. В нашу команду Алов перешел в конце 40-х. Став тренером, Аркадий Иванович был одним из организаторов первой в нашем городе специализированной футбольной школы ФШМ. Правда, просуществовал этот проект недолго, но Алов к тому времени уже стал главным тренером Зенита. Первая попытка проявить себя в этой должности завершилась в мае 1957-го трагедией. Беспорядки, начавшиеся после поражения от торпеда, исковеркали десятки жизней. Вторая попытка привела к драме. По итогам 1967-го года сине-бело-голубые заняли в чемпионате последнее место. 4 декабря 1924 года родился Николай Самарин, центральный защитник и капитан Зенита. Уроженец Нижнего Тагила чудом выжил в боях Великой Отечественной. 18-летнего младшего лейтенанта после окончания краткосрочных командирских курсов отправили на передовую, где он был дважды ранен. Проходя лечение в Москве, Николай играл в футбол и был замечен тренерами локомотива, которые добились демобилизации Самарина. В Зенит он перешел в начале 1953-го и стал обладателем уникального для того времени достижения. 3,5 года играл во всех официальных матчах беззамен и лишь в конце июня 1956-го пропустил один тур, поскольку в предыдущем был удален с поля. После окончания игровой карьеры Николай Александрович стал тренером, воспитав в различных командах более 60 мастеров спорта. 6 декабря 2011 года Зенит впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре группового раунда нашей команде было необходимо не проиграть в порту. Хозяева поля большую часть времени владели инициативой, но опасные моменты у ворот сине-бело-голубых возникали не столь уж часто. Идеальный матч провел Вячеслав Малафеев, который много раз спасал команду, в том числе и после удара столь популярного теперь Хамеса Родригеса. Удар Маутиньоу! Малафеев! Браво! Джеймс! Малафеев уже ногами отбил мяч. У нас становится ворота! В концовке у зенитовцев было несколько шансов вырвать победу, однако в итоге 0-0. Не столь уж часто футболисты от всей души радуются такому результату, но этот случай особый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова